МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко дав згоду на назначение керавников мясовых выканавчих и распорядочих органов, а так само предприемствов. У приватности на посаду старшини Гомельска гара Виканкаму згодня на Лена Олексина. До этого часа она працавала на посаде старшини Будака Шалевского районного совета депутатов. Завтра же хары региона знову змогуть звернуться с пытаннями до представников улады. Суботнюю прямую лінію проведе намесник старшини Гомельскага Аблвы Канкаму Владимир Горбачоу. Нумер телефона 33-12-37. У гомельским гарвы Канкаме по номеру 75-63-33. Звороты приме намесник старшини Сергей Андреев. Прамые лініи будуть працаваць с 9 до 12-1. Сьогодні почався демонтаж металличных конструкцій на мосте прозраку СОЖ. И он знаходзіться на аутомагістралі М8 Е95 Мяжа Російськой Федерации, Витебск, Гомель, Мяжа Україны. Для руху транспорту мост полностью закрыты. С далейшими планами дорожніку ознайоміўся Олег Синсірову. Аутомабільный мост праць Року СОЖ был будаваны ў 1982-м годі. Тады ніхто навіть уявіть не мог, што праць 35 годів з будаване створить столькі проблем. Кані ўсё пойде, як планується, то до конца года мост ўсё ж таки разберуть. Затануться, толькі опорная пали. А прача підрахтовки до демонтажу старого моста почалася распроцовка проектной документации на нове збудавання. Його узвядуть крыхову верх по тяченні, пачім работы павіні пачацца ўже сьо літа. Што тычца закрытого моста, то зараз разглядаюцца варіанты ёго зносу. Пака вопрос не решён, как ўсё такі или взрывать, или как-то обрушать. Проблема в чём, што рядом с этим мостом находяться очень много дачных посёлков. И проходят основные газопровод, дружба и нефтепровод. Кошт работ по демонтажу старого моста и бодонисты нового оцінюється у 60 мільйонів рублів. Приклад на полу вагатай сумы зараз выдасткав на зараз роззірував фонду президента. Активная работа разгорнулася пасля выбору подрачка. Пакой же дорожники власними силами почали демонтаж металличних конструкций. Разом с ним полностью рух транспорту на автомагистралі Калямоста не спонюся. Не глядячи на наявність відповідних дорожних знаків, частка водителю рухається по звыклому маршруте. Знак стоит, в'їзд запрещён. А куда он запрещён, непонятно. Ну, как бы, сейчас через Гомель возвращаться надо, я так понимаю, да? Стоял один кирпич, так, ну, как-то я не обратил внимания. Смотрю, машины как бы едут, как ехали. Ну, я следом поехал. Заправился на заправки. Сюда приїжджаю і закрыто. Не глядячи на то, що рух празмост для грузового транспорту був закритий ящераний, частка великогрузних машин сюди так само приїжджає. При этом водителі, які користаються гэтым маршрутом у першиню, спробують об'їхать мост по просёлочной дорозі, яка знаходиться побач, і часом тропляють у непросту ситуацію. Водитель Михаил Жамканчан з Грузії провів у машини всю минулую ночь, бо 20-тонна фура не здоліла самостійно виехати з пешчаной глеби. Какой-то знак, ну, для центральної трасси это не хватає. Ну, честно кажу, я просто-напросто, я не вчера зарусил, но я вот не заметил этот знак. А вот здесь прямо перед этим стоит знак объезда і вправо дорога йде. Я думал, вот это і є объєзд. І за це я сюда заїхав, то я вообще сюда і не думал би заїжджати. Гусь увізі з закричем моста Калявівський-Бабовичі і як вследство з нашим повеличенням транспортного потоку Прас-Гомель дорожніки переглядзіли планы по рамонті моста у 5-м мікрорайоні города. Зараз тут працюють тільки две полосы, що заморожуває руха сам ліва у гадзіный пік. На наступному тідні на закрытых полосах покладуть асфальтобетон. Після чагу у максимально степлі терміны адрамонтуєць остатнюю частку дороги. Олег Сентюров, Валерий Капанько, Телерадо і компанія Гомель. Протягуєм выпуск. Завтра у школьніка упачинається новий навучальний год. Головной падеєю першого дня стануть урачистые лінійки і уроки, присвячанные году Малой Радзімы. До нового навучального года у регіоні готові усі школи, причим у двіх з їх у Житкавічах і у везці Ставбун Веткавського района проведзіны капітальний рамонт. Значна увага гэтым летом була нададзіна так само створенню для дятей, більш безпечних умов у темліку про зустановку нового обсталявання у школьних столовах. Завтра на Гомельщині за парти сядуть більш як 153 тисячі навученців, 16 з половой тисяч з яких – першокласніки. Як чекаються в урочистостях, присвячених новому навучальному году, приймуть у діл керівники Мясових виконавчих комітетів. А напередодні першокласніки Гомельська і в області отримали своє перші портфелі з рук активістів БРСМ. Волонтёры на протягу місяця збирали у гандлівых центрах корисні речі. Перші 25 школьних комплектів передали вучням городоведки. Усяго адресную патримку в рамках акції «У школу з добрым серцем» отримають більш як 260 маленьких жахароу регіона. Гэта малю двоя більш, чим літаць. Особлива увага шмадзетным, неполным, а так само сем'ям, які отрапили у складаную життєвую ситуацію. Самая главна наша роль – це об'єдність общественность вокруг одной проблеми, щоб вони немножко помогли. Хто-то набор фломастеров, хто-то карандаши, хто-то альбом какой-то купив. Ведь по отдельності це все стоить копейки. Скомпонувати вместе рюкзак – це достатньо прилична сума. Поэтому людей достатньо много откликалось. Мне так понравився сегодняшній праздник. Спасибо большое за класний портфель. У програмі урочистых урученьях так само святочні концерти і забавляльні програми для дітей. Сбор школьних прелад продолжиться до 15 вересня. Соправдна команда не тільки разом перемагає, але й разом робить добрые учинки. Хоккейсты клуба «Гомель» напереда дні дня веда уприняли в делу доброчинной акції. Подрабязнасті – у наступным матеріалі. Верасінь для хоккейстів і школьніків – особливый месяц. У одних стартує чемпіонат, у других – навучальний год. Важність правильной підрихтовки у клубі доброразуміюць. Уличывайши тое, што взаємодопамога і підтримка, якості, знайомая кожному хоккейсту, у делу доброчинной акції на пярайда дні першого вересня у Гомельськім хоккійним клубі став традиційным. На гэты раз хоккійная дружина разом з персоналом вырошила допомагчі сям'ї Лутковых. Ви знаєте, ми традиційно с хоккеїстами команди «Екстроліги» оказываємо допомогу дітям, сиротам, в дитячні будинки ездимо. Єздили в гематологічне отделення нашої больниці РМПЦ. Поэтому для нас це абсолютно традиційна акція. І накануне Дня знань ми считаємо своїм долгом, конечно, оказати допомогу дітку і повністю його собрати к школі. І, саме головне, підготовити його к днійшій житті, щоб він ввел здоровий спортивний образ жизни. Уже завтра шастігадовий Мікіта у першыню пераступить порог школы номер 26. І зараз для гэтага у яго єсь усе необхідне. Работнікі клуба поклопотіліся не тільки в канцелярських приналежностях. Сюня у хлопчика уже є письмовый стол, стул, настольная лямпа і навод мабільний телефон, який Мікіта отримав з рук капітана гомельській команды Яугена Саламонова. До усього іншого будучому першокласніку подарили школьную форму, спортивний костюм, обуток і набор для бассейна. Радости у мати і сіна от такої підтримки не було мяже. Така акція нам вот как раз кстати, потому що ребёнку надо піднимати, він с кожним днём растёт і не завжди ти можеш что-то ему позволити купити. Так що всем огромное всем спасибо, хто змог нам в цьому допомогти. Тепер на періде у гомельській дружини не просто сезону екстралізи. Однак тое, що і он опинеться поспіховым, не викликає сумнення. Обохакійний клуб «Гомель» – саправдная команда, у якій гуляють саправдные мужчины. Павел Міхну, Алексій Нямківіч, Павел Антонов, телерадиокампанія «Гомель». Сьогодні супрацівники Дзяржаута інспекції і диджей радіостанції «Гомель-ФМ» провяли аутопаті. Сумісную акцію організовали під девізом у новий навучальний год «Безпечних усім дорог». Під час промога ефіру диджей радіостанції «Гомель-ФМ» пропонували слухачам відказати на три питання, які відчутся правила дорожного руху. Тема і аутопатія брали дитячу безпеку. Первий вопрос. Какой дорожний знак устанавливають вблизи школ? Движення запрещено, діти, стоянка запрещена или в'їзд запрещен? Как думаете, какой правильний вариант ответа? Да, действительно, это знак «Дети», именно он размещается вблизи школы. Я вас поздравляю, вы правильно ответили на первый вопрос. Переходимо ко второму. Одночасово з радою ефіром на площі Павстані супрацівники Дзяржаута інспекції шукали жадаючих поудельничать усімісні акції, організованной у рамках одиного дня «Безпеки дорожного руху». Многие водители підтримали пропанову з ентузіазмом. За три правильні откази пераможцам уручали прізи от Дзяржаута інспекції, а так само одного з гомельських кафе. Попробувати зловить фортуну выросилися як жихары, так і гости обласного центра. Проїжджали мимо на автомобіле, нас остановили і предложили поучаствувати, а ми всегда «за». Удалось ответить на все, в принципі, по крайней мере, у цих трех вопросів у нас не було разницей с Росією, с ПДД. На дзенек приїхали і вот так вот прям все удачно. Вообще довольна, очень приятно, прям заряжають позитивом. Вот гаї заряжають позитивом. Літератори Гомельській області примуть цю делу 25-м дні беларускага пісьменства, які у гэтае выходныя пройден на Брещене. Все лето свято присвячено Году Малой Радімы. У городі Іванові наші землякі презентують літературно-музичну програму под назвай «Палесі от чистого серця». Гэта літературных год для пісьменнікаў і паэтаў Гомельсьчыны оказаўся достаткова насычыным. Яго окончатковые вынікі будуть падведзіны на наступным тыдні пачас провядзіння літературных дажынак. А прача друку ў часопіса хаутары выдалі больш як 20 кніг. Значныя падея і стала таксама выданні прысвяченага Году Малой Радімы обласного альманаха «Літературная Гомельщына» і двух дадаткаў до яго. У тымліку зборніка паэта ў Гомельськай в області і Краснодарскага краю. Гэтае выданні будуть празентаваны пачас дня беларускага пісьменства ў Иванове. Гомельські Горадскі Маладзёжны Таатр адкрыл 27-й театральны сізон. Артысты праставілі глядачам прэміеру спектакля «Каралева прыгажості» па пьесі вядомага ірландскага драматурга Мартіна Макдонаха. Рэжысёр пастанокі Віталь Краучэнка. На сцені разгарнулася жорсткая супродстоянні. Па сюжэці за сваё жа ночэ счастя ваююць старая бездапаможная маті і яе адзінокая дачка. Уабець віг героэнь гарачы темперамент, а тому уходы дуть любые сродкі. Як не дзівна, а ліза усім гэтым крыцца глыбокая гісторая, расказанная пра каханне із любою да людзей. В Гомельські Горадскі Маладзёжны Таатры мкнецца звертацца да якасныя, сучасныя і класічныя драматургії. Задзенічаць молодых рэжасёраў. Тут ставить спектакли, які прымушаюць глядача думаць, отшуваць, аналізаваць. У новым сезоні ў театры збіраюцца пашыраць жанрову разнастайнасті спектаклів, каб навыцамый патрабавальны глядач знайшоў для сябе нешта цікавае. Так само ў планах на новы сезон, гастролі і ўдзел ў фестывалях. По итогам прошедшого сезона, 26-го, три спектакля нашего театра вошли в число номинантов Национальной театральной премії 2018-го года. Это для нас большая гордость и хорошее творческое достижение. И одной із главных задач наступающего сезона для нас является достойно представить вот эти наши работы в Минске для высокого жюрі в Национальной театральной премії. Гэта, а так само і іншые новіны, вы можете знайсці на нашым сайці у інтернеті па адресі www.tvergomil.by. Далі ефіри де-факто і спортивне огляде. Я з вами розвітвуюся. Дякую за увагу і до нових зустречу ефіри. Дякую за перегляд! На почве ревности женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю в область грудной клетки. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи последний остался жив. По заключению судебно-медицинской экспертизы 28-летний парень получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких. Дело передано прокурору для ознакомления и направления в суд. Российские зоозащитники, просматривая видео издевательств над животными, опубликованные в соцсетях, вышли на садиста, живущего в Мозыре. Собрав доказательную базу, информацию передали белорусским волонтерам, чтобы те с заявлением обратились в компетентные органы. 22 августа мне написали сначала на сайте, но я не увидела. Потом позвонили на WhatsApp «Россия». С России зоозащитники. И они, в общем, спросили у меня, отдаю ли я белых котят. На что я им ответила, что я отдавала это в прошлом году, этих котят. Потом они объяснили мне ситуацию, почему они у меня так спрашивают. И попросили помощи, как я, Мозырская сама, чтобы я им смогла чем-нибудь помочь. Они мне скинули все материалы своего дела, которые они попытались все найти. Я с этим сама не проверяла, ничего, пошла прокурорно-охранительным органам. Благодаря собранной внушительной доказательной базе, живодеру будет сложно отпираться. Садист в переписке с российскими единомышленниками сам признавался, что число жертв перевалило за десяток. Еще хвастался, что так спокойно отдают ему по объявлениям «в добрые руки котят». Он заживо варил животных в кипятке, распинал их и поджигал. Все происходящее снято на видео. На данный момент материалы независимого российского расследования переданы в Мозырские правоохранительные органы. Милиционерами начата проверка. Экспертам предстоит провести ряд компьютерно-технических экспертиз в поисках ужасных видеороликов и источника их загрузки в интернет. Действительно, в Мозырске РОВД поступило заявление от гражданки города Мозыря о том, что житель города Мозыря берет по объявлению котят, после чего издевается над ними, снимает видео и выкладывает ролики в интернет. На данный момент проводится проверка. Согласно статье 3.3.9.1 УК Республики Беларусь за жестокое обращение с животными из хулиганских и корыстных побуждений, повлекшее их гибель либо смерть, предусмотрена уголовная ответственность в виде ареста общественных работ или штрафа, либо исправительными работами на срок до одного года. Сегодня в Гомеле примерно с 9 утра было затруднено движение по улице Полесской. Водитель малолитражки перед путепроводом собирался повернуть налево на стоянку. Ехавший по одной из встречных полос водитель показал, что готов пропустить машину. Не убедившись в безопасности манера, малолитражка проехала всего несколько метров, как в нее на большой скорости врезался другой автомобиль, двигавшийся по крайней правой полосе. Машины получили значительные механические повреждения. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. А вот в Хойнингском районе вчера был совершен наезд на велосипедиста. При пересечении неравнозначных дорог водитель автомобиля не предоставил преимущества в движении велосипедисту и совершил с ним столкновение. Велосипед был оборудован подвесным двигателем внутреннего сгорания. 67-летний велосипедист с закрытой черепно-мозговой травмой и с трясением головного мозга госпитализирован. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. «Металлург-2» провел в домашних стенах две товарищеские встречи с БФСО «Динамо» и «Могилевым-2». Оба матча получились напряженными и закончились победой хозяев. В первой игре хоккеисты Жлобинского фармклуба были в роли догоняющих. Однако смогли не только отклетать две шайбы, но и победить. Итоговый счет 4-3. Во втором поединке Столивары вышли более собранными и первыми повели. И на протяжении всего матча не позволили усомниться в своем преимуществе. Финальная сирена зафиксировала на табло Жлобинского ледового дворца счет 8-3. И еще о хоккее. Защитные ряды «Металлурга» покинул Владимир Ярменков. Игрок был вызван в состав молодежной сборной Беларуси до 20 лет. В минувшем сезоне Ярменков получил свой первый опыт выступления в экстралиге в составе главной команды. Защитник получил достаточно много игрового времени, как на послесезонном турнире развития, так и в минувшем розыгрыше Кубка Салея, где сыграл во всех поединках Столиваров. Владимир Ярменков стал седьмым воспитанником Жлобинской школы хоккея в молодежной сборной страны. А вот в женской команде гандбольного клуба «Гомель» пополнение. Контракт подписан с Натальей Котиной, которая последние три сезона выступала в Турции и трижды становилась серебряным призером чемпионата. Новичок команды входит в состав национальной сборной по гандболу. А вот ранее анонсированный переход в мужскую команду на правах аренды Артема Рыбушко сорвался. Игрок остается в составе СК. В следующие выходные стартует чемпионат страны по мини-футболу. Команды завершают подготовку к новому сезону. Напомним, в первом туре любители этого вида спорта ожидают дерби. ВРЗ против БЧ. А завтра вагоностроители проведут еще один товарищеский поединок. В 15.30 в спорткомплексе «Локомотив» начнется игра против Микошевичского гранита. Вход для болельщиков свободный. Завтра пройдут все матчи 20-го тура чемпионата страны по футболу в первой лиге. В 16.00 начнется игра «Химик» с «Лоним-2017». В это время стартует поединок с участием еще одного представителя региона. Житковичский ЮАЗ сыграет с Лидой. Рвущийся в элиту «Мозырьская славя» постарается реабилитироваться за потерю очков в предыдущем матче с «Локомотивом». Один из лидеров турнирной таблицы встретится со «Сморгонью». Начало поединка в 17.30. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова